мир вам возлюбленные сегодня с вами в эфире я пастор виктор музычук и моя возлюбленная принцесса также пастор оля музычук вы смотрите телеканал импакт и программу влияние и бог подарил нам возможность чтобы быть сегодня ведущими на этой чудесной передаче так что я верю сегодня бог принесет много для всех нас благословения через свое слово и через откровение еще раз приветствуем приветствуем моя возлюбленная привет я хочу сказать что сегодня у нас двойной праздник во первых что сегодня так получилось ровно 25 лет как бог позволил чтобы нам жить в этой чудесной стране стране в америке поэтому у нас сегодня 25-летие как мы переехали в америку но что интересно ведь бог наш бог чудеса не случайностей мы приехали как раз на день рождения моей будущей а сегодня уже настоящей жены олечки так что сегодня у нее круглая дата и юбилей с днем рождения возлюбленная спасибо спасибо за поздравление да и хотя мы не планировали что так получится ну так получилось по нашему распорядку по нашему скежуалу на такую чудесную круглую дату твоего дня дня рождения хотя я не певец все равно спою тебе песню но с днем рождения и я верю что все вместе со мной сегодня поздравляют тебя с днем рождения тебя поздравляют все твои по всему миру друзья с днем рождения с днем рождения возлюбленная пастроля с днем рождения тебе спасибо с днем рождения спасибо спасибо большое возлюбленная у нас в этом году это год любви слово рема которое бог подарил для нас это чудесное слово рема и конечно это не просто год какой-то только душевной или плотской но также духовной любви потому что слово божье говорит возлюби господа бога твоего а также возлюби ближнего твоего и я увидел силу любви сила любви она снимает фокус концентрацию себя и она переводит любовь концентрацию на своего ближнего поэтому человек который по-настоящему любит бога он перестает думать о себе думает о боге человек который любит ближнего он начинает все делать во благо ближнего и я увидел что когда мы по-настоящему любим внутри у нас открываются огромные таланты и хотя мне в этом году будет ну не буду говорить сколько да я очень очень молодой ну немалое число лет скажем так не потому что я стесняюсь я хотел этим показать что прожив всю свою жизнь у меня никогда не было я не скажу что и есть дар или талант писать стихи или поэмы любви но когда я думал любил тебя сконцентрировался я решил написать тебе поэму любви и сегодня хочу прочитать ты готова спасибо все наслаждайся будь готова получить поэму любви сегодня вот хорошо вот что в моем сердце я правда еще не выучил наизусть буду смотреть свой айпэд всегда открыто и любима как солнце утром ты неотразимо идешь навстречу дню ко мне а я подобно путнику стремлюсь к тебе ты красивеешь с каждым годом как будто молодости нет конца своим любимым добрым взором несешь в себе свободу откровение творца любовь божественная сила скрепила нас двоих в одно скрепила души наши как могила сказала нам вам повезло нам повезло в любви в желаниях нам повезло в рождении четырех детей и не остыть с годами в отношениях и стараниях но ближе стать родней сильней нам повезло быть другу другом нам повезло Христа познать служить совместно всей семьей нам повезло и это Божья благодать вдвоем мы начинали жизнь в начале ты помоложе была чуть тогда и лепестки цветов мы рвали даря друг другу молодость тепла и вот сейчас ты повзрослела и тысячи прекрасных слов не перескажут ту достойную манеру поведения и проявление ее твоя любовь твой день рождения праздник церкви друзей твоих веселья час сегодня будут интересные моменты история сорокалетия началась так пусть течет обширна радость наша течет как бурная река жизнь коротка и недостойно время на сомнения тратить мы будем веселиться праздновать в тебе Христа пусть с днем рождения скажут тебе люди пусть с днем рождения ангелы тебе поют да будет день рождения твой веселым чудным которого с тобой семья друзья все вместе ждут с днем рождения спасибо я правда не принес сюда цветы не успел но дома я точно тебе дарил цветы так что все возлюбленные скажем вместе с днем рождения пастор Оля спасибо большое хорошо возлюбленная мы конечно помолимся в эфире сейчас благословим нашу телепередачу ну и благословим тебя твое сегодняшнее желание ну желаний у меня есть очень много но два которых могу сказать все таки уже замужем почти что 23 года хочется чтобы было больше мудрости как быть лучшей женой лучшей мамой все таки четверо детей Бог нам подарил которые хочется чтобы они выросли были огромным огромным благословением не только для нас но и для для церкви для нашего общества чтобы они были в радость и второй момент мое большое желание все таки Бог поставил меня в такую позицию как бы влияние и служение чтобы Бог дал мне мудрость использовать это очень мудро то есть как бы дар управлять тем что он уже дал мне чудесные желания можно даже позавидовать давай мы согласимся вместе помолимся драгоценный Господь мы благодарны тебе что ты возлюбил нас и ради своей великой любви послал в мир Иисуса Христа чтобы дать нам спасение чтобы дать нам упование дать нам твердость дать нам познание и самое главное вечность провести с тобой я благодарю тебя что через твою кровь мы познакомились друг с другом мы узнали друг друга и ты соединил нас в одно целое дал нам чудесную семью и сегодня Господи мы здесь в эфире также со всеми нашими телезрителями соглашаемся вместе о том чтобы ты благословил благословил наш дом но благословил больше сегодня пастора Олю в ее день рождения в ее день сорокалетия Господи мы благословляем ее чтобы желание ее сердца быть чудесной мамой чудесной женой чудесным другом чтобы приобретать мудрость от тебя и быть уже разумной в воспитании детей чтобы как она стала не только она но вся наша семья стала в благословение церкви окружающих нас людей поэтому я благословляю ее силой мудростью здоровьем крепостью Господи также молюсь о том чтобы то призвание служения которое ты подарил ей спасать людей формировать людей учеников твоих Господь приобретать этих людей для царства твоего а также в управлении в служении иметь правильное чистое сердце и разумный разумный Господь подход ко всему делу я прошу чтобы ты благословил утвердил укрепил окружил ее верными способными чудесными одаренными людьми ради имени твоего для славы твоей ради блага твоего царствия а также для радости и благословения людей я молюсь Господи чтобы полнота духовного а также земного благословения окружал ее а также сейчас мы молимся Господи о всех женщинах и о всех наших телезрителях чтобы они имели радость в тебе и радость в служении друг с другом поклоняемся благодарим и славим тебя нашего чудесного Господа Иисуса Христа аминь ну что ж спасибо да с днем рождения так неожиданно вот видишь какие у Бога чудесные планы вот никогда мы не планировали не думали а вот так произошло что мы празднуем день рождения в прямом эфире с тобой вот какой у нас Бог чудесный ну что перейдем к нашей важной теме что Бог каждой женщине дал не только ну возможность права быть женщиной но также любить Иисуса Христа быть женщиной Слово Божье говорит что во Христе нет ни еврея ни елина нету ни богатых ни бедных ни мужеского пола ни женского то есть я всегда вижу что есть три основных демонических таких разделения в церкви это нарасовую такую ну расовое разделение что белые черные русские американцы то есть всегда люди делятся на на ну на на расовую какую-то ну принадлежность а второе на бедных и богатых бедные чувствуют себя плохо с богатыми богатые с бедными но а если дьяволу не удалось я думаю что бедные хорошо себя чувствуют с богатыми но не всегда не всегда но если дьяволу не удается разделить людей по расовой принадлежности или по финансовой принадлежности то в последнее время к сожалению дьяволу удается разделить людей на мужской и женский пол то есть чтобы ни в коем случае женщины не служили. Но Бог подарил нам вот эту возможность стать одной через кровь Иисуса Христа. Поэтому в нашей церкви нет ни расовой разновидности. Кстати, у меня в молодежной домашней группе есть настоящие стопроцентные американцы, которые покаялись, спаслись. Есть армяне, есть мексиканцы, есть русские и есть украинцы. Так что, вау! Это все в одной команде? Ну, потому что кровь Иисуса Христа, она не имеет границ. Она спасает нас, и мы живем все-таки здесь, в стране, где страна Америка, она наполнена людьми с разных наций. Поэтому, как бы, проходит время, все-таки 25 лет в Америке взяли свое. Поэтому, как бы, это реальность, неизбежная реальность. И что интересно, что это не просто, вот они есть и все, что ты любишь их, общаешься с ними, как будто бы они родные. И не как будто бы они родные. Ну, да. И как мы становимся родными через кровь Иисуса Христа. И что интересно, они также уважают друг друга, принимают друг друга. Ну, в теле Христа так и должно быть. Вот. Это просто доказательство, что кровь Иисуса Христа, она действительно совершает чудеса. Да. Ну, конечно, у нас такой вообще нету проблемы, как богатые и бедные. И самое интересное, у нас вообще в церкви нет проблемы в служении женщин и мужчин. Я рад, что Бог тебя поднял в служение. И у нас ровно через неделю, ровно через неделю огромное событие. Да. Женская конференция. Вау. Да. Я вот, кстати, хотела чуть-чуть вернуться перед тем, как мы будем говорить о женской конференции, к моменту служения. Служения женщин и мужчин. Я думаю, что как бы было на это какие-то определенные причины. То есть, во-первых, время было другое, обстоятельства были другие. Познание, то есть оно, как Библия говорит, в последнее время умножится познание о Господе, познание в Слове Божьем, потому что пришла свобода везде. То есть люди могут теперь делиться откровениями, они могут уделять больше времени для изучения Библии, как это даже было раньше, потому что не было столько много содействующего даже материала. Если ты сегодня, готовясь к проповеди или исследуя, просто делая даже исследование Писания лично для себя, что происходит? Ты можешь сразу же читать. Много переводов. Можешь их копировать, одновременно видеть. Ты можешь... Ну, много ресурсов есть. Если раньше ты просто прочитал, и все. И что я увидела? Вот как Бог начал меня утверждать, что именно вот мужчина, он остается мужчиной, главой в обществе, главой в семье, главой в церкви. Но когда женщина, она занимает свое место в церкви, приходит устройство, приходит гармония. То есть когда женщина не занимает свое место, то есть она идет на место мужчины, тогда это дисгармония. Вот поэтому, где есть служение женщин, которые приносят дисгармонию, там люди это не приветствуют, потому что нет устройства. Но в нашей церкви женщины занимаются тем, чем они должны заниматься. То есть устройством дома Божьего, молитвами, вникая в себя и в учение Божьего слова, что нам нужно менять свои жизни. То есть мы не вникаем же в мужей, что им нужно менять. То есть мы молимся с друг другом, а мы учимся, как слово Божье говорит, чтобы старшие жены учили молодых, как любить свою семью и своих мужей. То есть любить своих мужей и детей. И это то, чем занимается женщина в церкви. Она поднимает других женщин для того, чтобы они могли исполнить Божье предназначение. И смотри, вот интересный момент. Я заметила, когда человек приходит к Богу, рождение свыше происходит у мужчины по одному, у женщины по другому? Одинаково. Одинаково. Когда, то есть спасение. Второй момент, когда человек читает Слово Божие, раскрывает ли Бог себя больше мужчине, а женщине меньше? Одинаково. Одинаково. То есть когда Божьи дары приходят, они тоже приходят одинаково. То есть Он просто распределяет соответственно твоих сил. На самом деле Бог каждому дал свою ответственность. То есть мужчина создан для большей ответственности, женщина для меньшей ответственности. Но в дарах и в призвании женщина абсолютно не меньше, нежели мужчина. Да, и вот это меня очень сильно утвердило, что как бы в спасении, в принятии Божьей благодати, даров, это все, ну просто нужно занять свое место. И я считаю, что я на своем месте. Аминь. И поэтому мое служение приносит радость. Но если посмотреть, хотя мы не планировали об этом говорить, потому что у нас, ну так много сегодня материала, нужного для всех нас. Но если посмотреть через всю Библию, Бог всегда, где хотел, чтобы было успешное служение, возле мужчины ставил рядом женщину. И мы можем это пересмотреть, к примеру, Адам и Ева. Люди видят только что, вот Ева согрешила. Это правда. Но с другой стороны, люди не видят, что через Еву пришел весь род человеческий. Любой человек может согрешить. А что, Адам не согрешил? Да, Ева первой согрешила. Но мы сейчас не о минусах. Минусы у всех есть. Ну смотри, после именно этого и произошло, что теперь женщина-то не имеет такую же самую власть, как мужчина. То есть Бог установил этот, что мужчина будет главой. Ответственность. Ради ответственности, конечно. Да. И женщина будет идти за его мечтой, за его видением. Поэтому как бы... Вот смотри, где Аврам, там что рядом Сара. Заметь, до тех пор, пока Сара не вошла в свое служение, в свое призвание, Бог не мог исполнить свое призвание над Аврамом. Да. И когда они хотели избежать, придумать какие-то пути, варианты, знаете, Аврам искал другого сосуда. Нашел другого сосуда, налил туда семя сосуда, ну, в агарь сосуд. Это не была жена. И что? Появились проблемы. Бог хотел, чтобы возле мужа была жена, его жена, не просто чужая женщина, а рядом его была жена. И когда Сара стала возле Аврама, что? Пришло огромное благословение. Еще для меня очень мотивирующий пример это Исаия и его жена. То есть, Слово Божье говорит, что она была пророчицей, и мы знаем, что Исаия один из самых великих пророков, хотя я не уезжаю от других пророков, но который мы больше всего используем, цитируя Писание, где он пророчески говорил о Иисусе, о его страданиях, которые мы используем во все времена. То есть, я думаю, что это тоже как бы помогало им, то есть, это была атмосфера Божьего присутствия в их доме, где они, это не значит, что она ему помогала пророчествовать, но она понимала ту ответственность, которая была на нем. Она могла его поддерживать, хотя ее дар, может быть, никогда не действовал в такой мере, который действовал Исаия. Но ты правильно сказал, они вместе создавали одну атмосферу. Да. Если жена несет одну атмосферу, муж другую, никогда не будет устройства. Да, потому что пророчествовать такие вещи, которые он пророчествовал, это ведь было на многие-многие, даже тысячелетия вперед, поэтому, когда он говорил, не все могли понять. Это пророчество не звучало понятно. Богословы говорят за 730 лет. 730 лет, это если взять всю историю Америки, добавить еще столько, сколько существует Америка. И это может будет только приближаться к такому расстоянию. То есть, это не просто великое, долгое расстояние, это супердолгое расстояние. Да. Он пророчествовал. Пророчествовал. Поэтому, в тех семьях, это не значит, что именно нужно занимать какую-то позицию, потому что здесь еще вопрос призвания, куда Бог ставит человека, да. Это не вопрос, что я служу, потому что вот только семья должна служить. Как бы было еще личное призвание Божье на мне. Мы искали Бога, когда мы женились, то есть, наш брак тоже не был просто, вот, любим друг друга и женимся. То есть, мы многие моменты взвешивали, да, наши призвания, мы об этом говорили. Многие люди женятся, и они даже об этом вообще не думают. И поэтому потом они говорят, а муж в служении, жена не в служении или наоборот. Что нам делать? Потому что они не подходили к браку как чему-то серьезному. Как священническая семья. как священническая семья, которая призвана служить. И я видела много семей, к примеру, где женщина, может быть, не занимает позицию, которую занимаю я, но без нее, ее муж бы, ну, никогда бы не мог делать то, что она делает, потому что она его поддерживает. Она полностью стала вот этим тылом для того, чтобы он делал то, что он делает. И есть семьи, где ты чувствуешь, мужчина один. То есть, он один в служении. Потому что, не обязательно, что жены нету рядом в служении. Она не поддерживает. Но я верю, что когда женщина не в служении, это служение обделенное, лишенное красоты, лишенное дизайна, лишенное атмосферы. И я верю, что мудрые мужчины и мудрые служители, первое, что они делают, они вовлекают женщин в служение. И они дают им возможность проявить свои дары, свои таланты. То, что Бог дал для нас. Вот когда ты говорила, я вспомнил место Писания, обычно я его, но редко-редко цитирую, потому что оно относится к мужчинам. Я увидел, что мудрый, один из самых мудрых, кроме Иисуса Христа, кто был на земле? Соломон. Ну да. Ну представьте, если Соломон был самый мудрый, естественно, что он был мудрый во всем. И когда царица, простите, царица Савская приходила, она увидела, описание говорит, устройство, одежду, красоту. И вот представьте, человек способен, мудрый, разумный, соображает в дизайне. Но когда стал вопрос, что нужно было сделать что-то суперкрасивое, супер-супер-супер, он понял, его мужского вкуса недостаточно, его мужского таланта недостаточно. И вот я прямо сейчас нашел место описания книга песни песней, книга песни песней, третья глава, третья глава, и седьмого по одиннадцатый стих, седьмого по одиннадцатый стих. Вот одр его, Соломона, то есть место, на котором его носили, он ногами не ходил, то есть это можно сказать автомобиль, наше время автомобиль. Вот одр Соломона, 60 сильных вокруг него, то есть охрана была 60 человек, из сильных израилевых, все они держат по мечу, опытный в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. То есть вот, на сильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских, ну самое лучшее, что было. Столбцы его сделал из серебра, локотники из золота, вау, седалища его из пурпуровой ткани, то есть Соломон, все, что мог продумать, продумал. Но это не Соломон же продумывал. Охрану продумал он. Размер, ну скажем, своего одра продумал он. Золото, серебро продумал он. А потом он понял, что есть что-то, что могут сделать только женщины. И он подумал, мне нужно срочно вовлечь женщин в служение. И в самое ответственное служение. Потому что, где Соломон, там все люди на него смотрят. Где его одр, это лицо Израиля. Это красота Израиля. Это больше, чем дом, это больше, чем храм. Потому что, где он, там представительство. И что он говорит? Внутренность его. То есть, когда нужно было внутри украсить все, он не просто нанял дизайнера. Он не просто заплатил большие деньги. Он подумал, это же ответственность женщин израильских. И он позвал женщин в служение. И что он говорит? Сделайте что-то то, что ни моя мудрость, ни моя сила, ни мои деньги не могут сделать. Ни моя ответственность, ни моя слава. Что? Сделайте дизайн. Сделайте красоту. И они написали, внутренность его убрана с любовью к черями иерусалимскими. То есть, он вовлек женщин в служение в самое ответственное, ну, как бы, место, в самую ответственную позицию. Поэтому мудрые люди вовлекают женщин в служение. Ну, тогда же не вовлекают. Это часть женской ответственности. Библия говорит, что мудростью устрояется дом, и женщина всегда ответственна за уют. И дом Божий, это так же, как и дом физический. И в нем эту способность, все равно я верю, что дал Бог именно женщин. Вот эту чувствительность, что, как сделать. И это, может быть, кто-то может не называть это служением, но в каждой церкви все равно есть, как бы, служение каждой женщины, которая, ну, вкладывает себя в эту красоту. И когда просто женщина поддерживается, тогда она может больше себя, как бы, раскрыть. А когда ее везде лимитируют, потому что, ну, это не нужно, но это часть ее призвания в Доме Божьем. Аминь. Я знаю, что ты раскрываешь свое призвание в Доме Божьем, в Церкви Иисуса Христа. Да, я очень счастлив. Мы снова возвращаемся к конференции. У нас через недельку прекрасное служение, женская конференция. Что в этом я вижу уникального, что оно не рассчитано просто на женщин, которые уже состоялись в возрасте, что вот вы охватываете женщин или девушек, даже молодежь, подростков, детей, ну, женского пола на всех уровнях. Вот немножко поделись о идее женского служения. Ну, во-первых, я верю, что как бы именно женское служение, оно имеет такую функцию, чтобы охватывать все три поколения. Одно из желаний, даже которое я говорила в Церкви, в чем я хочу, чтобы Бог дал мне больше мудрости, именно влиять на три поколения. То есть мое поколение, то есть которое предоставляют уже как родители, потому что я уже мама и у меня уже как бы есть даже взрослые дети. То есть нашему старшему сыну уже будет в апреле 20 лет. 20 лет, да. как бы какой-то, ну, еще мы молодые родители, но все равно как бы уже есть какой-то определенный стаж. Также молодых девушек, на которых мы имеем прямую ответственность, то есть как в семьях, точно так же в Церкви и так же детей. Почему? Потому что это то поколение, на которое мы имеем влияние в течение нашей жизни. И однажды, когда я молилась, Бог показал мне это. То есть, что ты думаешь только об одном поколении, только о женщинах, которые твоего возраста. Но это неправильно. Ты должна влиять. То есть, мы лишаем себя будущего. Не только из-за того, что это выгодно. То есть, это прямая ответственность каждого поколения влиять на три поколения. То есть, на откровении Бог Авраама, Исаака и Иакова. То есть, это, получается, родители, это, получается, дети и внуки. То есть, мы ответственны за наших внуков. Вау! Потому что, практически, когда человек живет на земле, любой человек, он успевает захватить. Некоторые, особенно благословенные, они успевают еще увидеть правнуков. То есть, это уже, как бы, четвертое поколение для них. И мы призваны Богом. Это даже не то, что мы хотим или не хотим. Мы обязаны повлиять и принести, то есть, правильные ценности, правильное влияние. То есть, научить, как бы, свое поколение, тех, которых Бог дал нам в наше время, которые живут в нашем поколении. Чтобы мы повлияли на них. Повлияли в чем? Повлияли в том, чтобы они познали Христа. То есть, не заставили, но предоставили, как это чудесно служить Богу. Мы научили правильных нравов, научили правильных привычек, правильному умонастроению. И все эти моменты для меня, вот, женская конференция и женское служение в церкви. Что это платформа, которую я могу использовать. Потому что я увидела, что есть, ну, где полноценная семья, где муж, жена, они браки с счастливым. Они оказывают колоссальное влияние на свою семью, да. И даже если они, они в церкви нету развитого женского служения, то семья может охватывать. Но, к сожалению, в нынешнее время, да, мы заметили, что есть очень много семей, которые развалены. Семьи, которые имеют одного отца или одного мать по разным причинам. Одну, да, маму. Или приходят люди, которые с мира, и у них родители абсолютно неверующие. И что я заметила? Их нужно учить абсолютно всему. Вот у меня две домашние группы. И вот одной из домашних групп мне практически нужно учить всему. Они мне так и говорят. Пастор Оль, ты иногда для нас как мама. Ты учишь нас всему. То есть, и как одеваться, и как заботиться о себе, и как правильно, ну, встречаться с парнем. То есть, то, что, мне кажется, все-таки обязанность это на родителях. Но я думаю, что корень вот этих проблем, что сегодня многие семьи развалены. И для них как фантастика моет, чтобы... Для них моет, вместо того, чтобы думать, как мои дети, чтобы влияли на другое поколение, у них одно желание. Хотя бы дети были спасены и в церковь ходили. И когда многие люди слушают вот эти вещи, они думают, ну, нереально. Но проблема в том, что родители сами не были научены. Ну, да. Потому что они не были научены, они не смогли научить своих детей. Они не смогли передать вот это влияние на грядущее поколение. Не только то, что не были научены. Это может быть не совсем правильно. Я думаю, что больше это все-таки такой период, что когда родители наши переехали сюда, в Америку, языковой барьер, культурный барьер, понимаешь, как бы, который, ну, встретился. К примеру, наши все дети родились здесь. То есть, как бы я им не объясняла какие-то вещи, есть все равно они мысли так, как живут люди в этой стране. Поэтому Бог дал нам такую благодать и способность, что когда мы приехали, мы были еще очень молодые. И мы оставились вот в ценности нашей культуры. Это одна сторона медали. А вторая сторона медали. Ведь многие, кто живут здесь, знают язык, имеют общение с детьми или остались в бывшем Советском Союзе, в странах СНГ. У них все равно этой проблемы нет. Но они теряют детей, потому что, мне кажется, возвращаясь назад, у них дома нет правильной атмосферы. Нет взаимоотношений, где муж и жена идут в одном. Поддерживают друг друга. Где мужчина благословляет женщину. Женщина благословляет мужа. Где они не пилят друг друга, не съедают друг друга. Простите. Но они взяли направление, что жизнь на земле коротка и нужно служить Богу взаимно. Хотя все нужно учитывать земные вопросы, но все равно как бы помнить, что земные вопросы нужно учитывать, но они номер два. А номер один – духовные вопросы. И когда мы оба в одном, тогда происходит чудо. Я возвращаюсь к женской конференции. Для меня это возможность, где мы можем создать такую культуру даже, что церковь – это не место какое-то, ну вот, только для твоего духа и все. То есть очень часто я заметила, что у людей ассоциация. Если я хочу чему-то научиться, я иду на интернет. Если я хочу что-то духовно узнать о Боге, я иду в церковь. То есть если я хочу что-то узнать о бизнесе, я смотрю только бизнес, ну как бы бизнес, уроки и все. И это правильно, потому что у каждого есть своя сильная сторона. Но я верю, что то, что говорит Библия, что это истина. Что церковь – это столб и утверждение истины. Для всех областей, да? Да. А истина – это не только для твоего духа. То есть Слово Божье и церковь, она имеет влияние на все области твоей жизни. То есть мы, может быть, не можем в церкви учить, и не должны, мне кажется, учить людей, как делать бизнес, но мы должны их учить правильных принципов. Истины просто учить, да. Честности, правильному характеру, правильному подходу. А уже вот сами моменты, методы, они могут научиться у тех людей, которые искусны в этом. Но кто должен давать им правильное направление? Церковь, потому что церковь – это столб и утверждение истины. И утверждение истины, да. Поэтому конференция – это еще один инструмент в наших руках, который мы делаем как праздник. И когда люди приходят, там все приготовлено, то есть атмосфера, которая приятна для женщин. Для них это как возможности даже какого-то отдыха, общаться с другими женщинами. И очень часто вот я стараюсь, чтобы конференция, она не была только вот для церковных людей. Это большая моя мечта, чтобы на конференцию и каждый год уже у нас есть такие люди, которые приходят, которые совершенно незнакомы с церковью, незнакомы с Богом. И для них они очень много берут для себя, очень много. И вот для меня это очень большая радость, потому что хочется показать, что церковь – это не место какого-то застоя. Что это вот только для тех людей, как один парень сказал, помнишь, говорит, мама его покаялась, пришла к Богу. Вот мы в Чикаго когда были, она рассказывала нам такое свидетельство. И она говорит, я пришла к Богу, говорит, сынок, ну приходи к Богу, ну посмотри, как моя жизнь изменилась. И правда, то есть ее болезни исцелились, она стала радостной, депрессия ушла. И он говорит, мама, я-то вижу, что ты изменилась, и правда, что Бог вошел в твою жизнь, и твоя жизнь обрела смысл. Но, говорит, ты в моем возрасте ходила в церковь? Ну, то есть он говорит, он мне просто закрыл рот. Она говорит, сынок, ну я же лучшего не знала. То есть как бы это не в этом вопрос. Но я заметила, что у многих молодых людей вот такое понимание жизни. Что я приду в церковь, то есть когда я уже буду в зрелом возрасте. Но это неправда. Церковь, она, чем раньше человек начинает приходить к Богу, приходит правильное общество, это меняет его мышление, он делает правильный выбор, когда он женится. И вот это тоже цель, которую я преследую, миссия, которая есть у меня, от Бога, я верю, чтобы влиять на три поколения. И мы используем женскую конференцию, женские служения, женские ячейки только с этой целью. То есть как бы, чтобы взращивать с правильным умонастроением, с правильным пониманием жизни библейским, не американским или русским, или украинским, но библейским умонастроением женщин, которые были бы готовы к браку. То есть зачем нам переделывать что-то, если мы можем в девочек вкладывать вот эту любовь к Богу, правильную самооценку, правильные ценности, и тогда это, ну, как бы намного, мы возвращаем целое поколение. Я верю, что когда мы состаримся, сколько Бог нам даст жизни, что люди, которых Бог, ну, как бы дал под наше попечение, они проживут другую жизнь даже, которую проживали мы. То есть, ну, войдут в благословение. Войдут в благословение из-за того, что они, ну, как бы, имеют познание слова. Возлюбленные, особенно, ну, женщины 100%, мужчины, я верю, что вот на следующей неделе, это у нас март, какое, 12-14 марта? С 12 по 14 марта. Просто отправьте, если у вас жена, сестра, мама, не имеет значения возраста, на всех уровнях будут специальные семинары, отправьте обязательно на женскую конференцию, потому что чем больше мы пропитываемся хорошим, добрым, тем больше это доброе возвращается к нам обратно. Кому? К мужчам, к отцам, в наши семьи, в наши домы. И мы должны смотреть на эту женскую конференцию, как это самое разумное инвестирование времени, сил, денег. Ради чего? Чтобы это доброе возвратилось к нам. Как Библия говорит, что если мы сеем в духовные, мы пожнем в духовные. Сеем в тленные, пожнем в тленные. Поэтому прям сегодня сделайте решение, сегодня, что все, моя жена, моя дочь, 100% ведут на женскую конференцию 12-14 марта в церкви Мелхиседек. Да, разреши мне, я еще хочу поделиться, то есть, что женщина ожидает. То есть, как бы, прошлые года, вот все эти 7 лет, это наша 8-я конференция, мы делали полтора дня. То есть, этот раз мы решили, то есть, это всегда была моей мечтой. То есть, я чувствовала, что как будто за полтора дня не хватает все вложить, как бы, то, что, ну, то, что было в сердце. Поэтому мы начинаем четверг, то есть, вечернее служение. Четверг 12-го? 12-го марта. Марта. Пятница целый день. Пятница целый день, 13-е марта. Да, и суббота, 14-е. Целый день. Целый день. И я объясню, что там будет происходить. Ну, и новоскресные служения могут остаться к нам. Да, я хочу объяснить, то есть, в чем будет программа, и тогда человек поймет важность, ну, почему важно сказать, о, я не могу быть все дни. Вечерние служения, они будут направлены, как бы, такое общее слово, потому что на этом служении присутствуют, ну, как бы, все три поколения. То есть, и наши девочки, и наши подростки, молодежь, и также, ну, женщины моего возраста и старше. Поэтому, как бы, это общие темы, на этих темах, на этих служениях будет подниматься, как бы, главная тема, которая была избрана для этой конференции. То есть, что мы созданы из любви, мы созданы, чтобы нас любили, и чтобы мы любили других. И, как бы, вот именно вот эти темы будут покрываться. Что это значит, мы были созданы из любви? Что Бог, Боже, божественный план, чтобы каждая женщина, она рождалась из любви мужчины и женщины. Но также и духовно, как мы родились, из любви Бога Отца. Бог возлюбил нас. И это, я верю, мы говорили, это в прошлой передаче, что это основа вообще жизни, это основа вообще христианства. Это любовь Бога Отца. Потому что Библия говорит, что ибо так возлюбил Бог, даже не Иисус, Бог Отец, мир, что Он отдал своего Сына Иисуса Христа. То есть, главные вечерние у вас служения будут основаны на том, чтобы человек знал, что он любимый. Не только знал, он пережил. Пережил любовь. Он пережил. И чтобы произошла целая, я скажу, такая духовная встреча человека с Богом. Да. Для этого у нас, как бы, есть спикеры, которые приглашены. Также свою команду я готовлю. Женщин разного возраста и также молодежи, которые долгое время уже к этой конференции готовятся. И в посте, и в молитве, которые вместе со мной служат. Кто будет главным спикером на эти вечерние служения? Этим спикером будет Профит Норма. Пророк Норма, да? Да, женщина. И также я буду вести, ну, как бы, центральное служение. И семинары тоже. Но и для, ну, вот именно в это вечернее служение. Поэтому я, как бы, еще раз возвращаюсь, что это не вопрос только проповеди. Но мы очень сильно готовим себя служить людям. То есть, молитва будет, фокус огромный на молитву, на служение людям. Также после любого служения есть команда людей. Это впервые мы именно делаем таким грандиозным методом. Но мы свое сердце готовим, чтобы служить тем людям, которые придут. То есть, люди разного возраста. То есть, фокус не просто будет только слово. Чтобы люди пережили реально, может, свое прощение, освобождение, Божью любовь, принятие, исцеление сердца. То есть, вау, это будет огромное, огромное, я верю, влияние. Да, не только прийти и послушать проповедь, но если человек захочет, чтобы лично кто-то его выслушал. И это останется, ну, как бы, в тайне между Богом. Как даже исповедь, да, если нужна исповедь какому-то человеку, женщине. То есть, это люди проверенные, это люди поставленные, которые являются... Без разглашения, конечно же, да. Которые являются, ну, как бы, учениками. То есть, я знаю, они служители в церкви, они, ну, как бы, приготовлены, они знают, что они делают. Поэтому это тоже большой плюс. Потому что, я знаю, есть много людей в городе, которые очень сильно нуждаются. Они не знают, кому открыть. Так, может, не только в Сакраменто, в других городах также есть люди. И очень часто в их сердцах есть бремя, которое они не знают, кому открыть. Поэтому это не только праздник, это не только пришли, послушали, ушли. Это время встречи с Богом. Да, то есть, это не просто конференция, это, скажем, начало новой жизни. Да. Начало новой жизни. Вот, как бы, вот так будут выглядеть вечерние служения. Это, по крайней мере, к чему мы себя готовим. Ну, как оно будет двигаться, только Бог знает. Семинары пятница. С утра у нас начнется семинар в 9.30 утра. И это будут, как бы, в другом формате. Это не будет в стиле служения, это будет в стиле семинаров. Пятница, целый день. Для разного возраста и по разным интересам. То есть, в 9.30 у нас будет семинар, связанный с здоровьем. А здоровье? Да, у нас будет Людмила Бондранчук. Многие уже ее знают на «Импакте». Она была здесь. Женщина, которая посвятила много-много лет. То есть, она будет учить именно физическому здоровью? Да. Физическое. Физическому здоровью, то есть, правильному умонастроению. Умонастроению, как это влияет на наше здоровье. Что очень часто, как бы, у нас женщин эмоции везде. И наши мысли иногда разные. Но она будет именно все, что связано с физическим здоровьем. Как иметь вот это правильное умонастроение в жизни. Это будет связано с семинар, который будет проводить именно она. Потом в 11 часов у нас будет семинар, который буду проводить я о отношениях женщины с мужчиной. То есть, о семейных отношениях. А, как любить твердых мужчин, которые твердые, да? Ну, я твердый у тебя. Да, это правда. Да, вот Бог меня многому научил и учит, продолжает учить. И поэтому, как бы, это будет практический семинар. Я очень счастлива за эту возможность. Я знаю, что очень многим женщинам это поможет. Буквально несколько моментов, то есть, что это не будет семинар. Вот тебе это еще нужно изменить, тебе это нужно еще изменить. Я просто буду говорить, практические моменты, от чего зависит счастье семья. Ключи такие, ключи так, как открывается сердце мужа. Ну не то, что именно сердце мужа, то есть что нужно делать женщине, чтобы, ну то есть от чего зависит... Чтобы она была счастливой, да? Да, от чего зависит атмосфера в семье. И как бы, ну, как бы очень практические моменты. Ой, от женщины много зависит. Ну от мужчины тоже, но как бы от женщины, правда, от ее умонастроя, от ее внутреннего состояния. Поэтому это будет очень практический хороший семинар. Потом у нас будет перерыв. И что я хочу сказать, большой плюс, что у нас вся конференция будет с переводом. Потому что у нас все семинары, все служения. То есть будет русский и английский сразу. Да, потому что очень много людей приглашают своих знакомых, людей, ну как бы разных национальностей. И большая радость, что у нас будет хороший... Ну насколько я знаю, что у вас не только будет перевод, но люди, которые живут, может, очень далеко. Россия, Украина, Европа, страны СНГ, которые... Ну на этот раз они не успевают приехать, а на следующий год они все приедут. Все приедут. То они смогут смотреть в прямом эфире, выйти на наш веб-сайт, или просто набрать Melchizedek Church, или mcg12.org. То есть церковь Melchizedek, прямой эфир. Насколько я знаю, в прошлом году все семинары даже были в прямом эфире. Да, ну в этом году, я не знаю, будут ли семинары, но вечерние служения будут в прямом эфире. Потом после брейка у нас будет перерыв, где люди смогут поехать на ланч. У нас очень удобно в месте находится как бы церковь, здание, где мы будем проводить женскую конференцию. Там очень близко, буквально три минуты. Это неудобство для плоти, для тела, для пищи. Есть где покушать. И в 4.30 мы возвращаемся, и сразу одновременно в 4.30 будет проходить три различных семинара для разных возрастов. Первое будет семинар о воспитании детей. То есть, я извиняюсь, в различных комнатах, да? Да. В различных комнатах, да. В различных комнатах и одновременно в одно время в 4.30 воспитание детей, которые буду проводить, тоже практические моменты. То есть, классную тему, которую Бог мне дал, я очень в ней вдохновлена. То есть, как если сыну 20 лет, дочери 18 лет, или 12 лет, или 11 лет, и строить с ними взаимоотношения, да? То есть, да, что, то есть, какая наша задача как родителей. И одно из тем, которые Бог мне дал, как быть пастырем своего ребенка. Но ты скажи прямо, реально ли действительно влиять на своих детей в наше время, или нет? Конечно, это реально. Это не только реально, это необходимо, и это все в наших силах. То есть, люди, которые опустили руки, не верят, что у них что-то получится после этого семинара, поверят в себя, в своих детей и в свое будущее? Ну да, и нужно, значит, что-то делать. То есть, если мы двигались в неправильное направление, то это не значит, что за один день все изменится. Но если выбрать другое направление... Но надежда есть. Конечно, всем есть надежда. Надежда есть. Воспитание детей, дальше. Да, воспитание детей. Потом будет проходить семинар для девочек с 8 лет и выше. Для них у нас будет также особые спикеры. Огромная команда, которая готовится к тому, чтобы служить детям. И у нас будет также хороший гость. Это, как же ее зовут, забыла. Сейчас только информация. Похоже, у нее, наверное, другое, не славянское имя. Нет, нет, славянское. Славянское? Да, она из церкви. Сейчас, дайте мне одну секунду. Церковь, наверное, Свет Евангелия, насколько я помню. Свет Евангелия, да. Хорошо. То есть, получается, что вы влияете не только на взрослых, на детей, чтобы, как бы, как говорили когда-то в советское время, лучше болезнь предупредить, чем ее лечить. Да. То есть, чтобы девочки уже, они имели познание Господа, да. Но они очень открытые, поэтому для них это всегда особый праздник, они особо ждут. И что мы просто, почему мы делаем для них отдельно? Чтобы на ихнем возрасте объяснять эти же самые ценности. От чего зависит их self-esteem? То есть, как они смотрят на себя? Самооценка их. Что Бог их любит. То есть, как им прожить вот эту жизнь, чтобы они не были как девочки в мире? Почему важно себя хранить? Когда ты девочке в 12 лет и выше объясняешь это, она может этому противостоять. У нее есть причина, почему она говорит этому нет. И у нас будет спикер Мила Кастура. То есть, из церкви Свет Евангелия. У нее просто прекрасная репутация, способность, как она может доносить. Вот именно. И также служители старшей церкви. То есть, это просто всех, у кого есть дети или даже внучки, обязаны просто в школу не пустить. Я серьезно говорю. Нет, а зачем пропускать школу, пастырь? В 4.30 семинар. А, в 4.30. Вау. Я смотрю так, я смотрю во свете вечности. Сегодня мы ценим больше школу, оценки. Я за оценки хорошие. Но в конце жизни, когда человек в болезни, в грехе связался с неправильным человеком, потом у родителей вот такие запухшие глаза, стресс, нету здоровья. Но зато мы не пустили ребенка на конференцию, но в школе учился хорошо. То есть, наш конечный же результат, чтобы наши девочки, они были прекрасными женами, прекрасными матерями, любили Иисуса, сохранили жизнь в чистоте. Поэтому я в ревности знаю, что это только раз в году такая супер-возможность. И к ней нужно готовиться. Все дела на второй план. А душу, вот жизнь нужно беречь на первом плане. Но Бог наш, Бог порядка и устройство. И женщине Он тоже дал мудрость. Поэтому все, что мы делаем, оно не в разрез с школой. То есть, Вы специально сделали возможность для тех, кто хочет быть в школе, чтобы они все равно попали на семинары. Да, они могут. Но это для тех, кто будет жить в Сакраменто. Хорошо. И теперь в это же самое время в 4.30 будет идти семинар для подростков и молодежи. И у нас будет также специальный спикер для этого. Это Рузана Томасьян. Она... Армяночка! Ну, да. По национальности армянка, но как бы живет уже очень долгое время здесь в Америке. И Бог... Она жила раньше здесь в Сакраменто, но когда она покаялась, Бог призвал ее как бы двигаться в служении. И она сейчас живет в Ахайе. Открыла, она стала как бы организатором, это ее миссия, Trinity Love Ministry. Они служат в различных местах, делают евангелизации. Она поет, очень способна. Мощное свидетельство, то есть как она пришла к Богу. Я верю, что очень многих девчонок это вдохновит. То есть это молодая девчонка, которая будет служить и словом, и своим примером. Свидетельством, да. Свидетельством, как любить Иисуса и быть верным Иисусу. И спасать людей. Очень простая девчонка, но вот именно как она откликнулась на Божьей зови, как она вот продолжает учиться, иметь высокое образование, но при этом влиять на общество. То есть они ходят в школы, в различные дома престарелых, в различные места, где они организовывают служение, где она свидетельствует... Все, я уже хочу там быть. Кстати, это правда, что на каждой женской конференции я тоже там. Хотя меня не сильно там как бы пускают, но я... И не выгоняют. Это неправда. Тебя везде не только пускают, тебя приглашают. А можно я еще расскажу? Да, давай. Потому что это не все. Потом будет маленький перерыв. Я уже хочу быть там, уже все мы хотим быть там. Хорошо. Ты мне сегодня не даешь говорить совершенно. Я дополняю. Потом у нас будет маленький перерыв и вечернее праздничное служение. С участием драмы, всего остального очень интересное. И суббота у нас начинается в 10 утра. И, извиняюсь, значит у вас пятница будет что-то такое театральное еще. У нас каждый вечер что-то будет. Каждое что-то, суперучастие. Ну не супер, просто разнообразие. И суббота у нас начинается в 10 утра. И с 10 утра мы как бы будут опять отдельные семинары для молодежи, для подростков и для детей. То есть для детей программа в субботу будет с 10.30 до 4 часов. Девочки будут отдельно. Там их будет и кормить, и программа. С 10 до 4 только для детей отдельно. В отдельном месте, в отдельном здании. То есть все едут в одно место, а просто в других комнатах будет. Параллельно будет идти опять же семинары для женщин и для молодежи с участием различных там и ток-шоу. Все очень полезно и для разного возраста при том. Для девушек, которые в возрасте уже там выходить замуж, для них будут одни семинары. Для помоложе девчонок другие семинары. То есть соответственно их возраста и той цели, в чем они нуждаются. То есть пришла мама, взяла внучку, дочку и себя. И все. Не нужно ни переживать, ни кормить. И ее забрали, учат, промаливают, готовят, подготавливают. Но только не самого маленького возраста. С 8 лет. С 8 лет, конечно. С 8 лет. И в это же самое время у нас будут семинары, два семинара и ток-шоу. То есть в ток-шоу связаны как бы вопросы и ответы. Любой вопрос, который у женщин есть, они могут написать. Любой вопрос могут написать и вы ответите. Ну, которые мы можем отвечать при публике, мы на них ответим. Это было одно из изюминок прошлой конференции. Людям очень понравилось, что как бы была возможность задать любой вопрос и получить на них ответ. И в этом ток-шоу будут участвовать также много различных служителей, которые смогут дать разнообразный ответ, который, ну, как бы людям, ну, поможет понять. То есть связанный с семьей, или с воспитанием детей, или лично с женщиной, или с служением, что угодно. То есть у нас также будет отведено время. Потом у нас перерыв. И после перерыва мы возвращаемся. Возвращаемся. В 2.30 у нас будет программа для души. Там будут и веселье, и разные драмы, то есть которые, ну, вот, как бы, и чуть-чуть юмор, и подарки, удивительные подарки, которые были приготовлены. Подарки даже будут. Да, и песни. То есть все, что связано, чтобы душа женщины, она раскрылась, ну, все в пределах, как говорится, христианской этики и всех вот этих моментов. Потом, после этого, а также у нас еще перед этим будет несколько свидетельств очень сильных, которые вдохновят людей. И потом у нас будет фуршет. После этого у нас будут красивые. Да, фуршет. Я уже сильно хочу быть там. Сильно-сильно. Поздравляю, у тебя примерно еще одна минута осталась. Еще вечером, что у вас будет вечером после фуршета? Да, после фуршета у нас будет последнее заключительное служение, на котором буду проповедовать я о том, что Бог призвал нас влиять. Он призвал нас влиять на свое окружение, Он призвал нас влиять на свою семью, и мы все равно влияем. Но очень часто мы не осознаем, что мы влияем. Хорошо. Если женщина не верит в себя, вот последних за 30 секунд, что бы ты ей сказала, что... Как женщине начать верить в себя, что у нее есть потенциал, и она должна быть на этой конференции? Ну, во-первых, я хочу сказать, что для каждого из нас есть надежда. И эта надежда, она сокрыта в Иисусе Христе и в любви Бога Отца. И поэтому вот именно для этого, драгоценные мои женщины, я и приглашаю вас на эту конференцию, потому что я знаю, что каждой из нас необходима эта атмосфера любви, в которой вы сможете понять, что вы прекрасная личность, которая сотворена Богом. И нет разницы, каким было ваше прошлое, каким даже является ваше настоящее. Важно то, каким может быть ваше будущее. И ваше будущее, если вы доверите его Иисусу Христу, он изменит вашу боль на радость, он изменит вашу печаль и даст вам утешение. И это очень важно. Поэтому это атмосфера, в которой вы сможете исцелиться, атмосфера, в которой вы сможете получить вдохновение, атмосфера, которая даст вам новый, как говорится, позитив, новый избыток веры, которая поможет вам влиять на ваш дом, на вашу семью, потому что вы все равно влияете. Но стоит вопрос, является ли это позитивным влиянием на ваш дом, на ваше окружение и на вашу церковь. И я верю, что ваш приход на женскую конференцию, это не будет потерянными финансами или потерянным временем, но инвестициям в свое будущее. Спасибо. Пастор Оля, просто чудесно. Я уже хочу быть там. Меня все привлекает. Ну вот я тебя приглашаю, пастор. Здоровье, дух, молитва, исцеление. Я вижу это как духовная сауна. Мы попадаем туда, выходим новыми людьми. И это действительно правда. Ну что ж, возлюбленные, мы очень-очень благодарны, что вы сегодня были с нами. До встречи в прямом эфире, а также на женской конференции. С вами был я, пастор Виктор, и моя возлюбленная пастор Ольга Музычук. Мы любим вас. До встречи, возлюбленные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин